В эти дни поезд «Здоровье» остановился в селе Никольское. Для местных жителей – это долгожданное событие. Ведь для того, чтобы пройти полное обследование, надо выезжать в районный центр или город. Из-за этого многие откладывают визиты к врачам. Мы эти поезда ждём всегда, когда они приедут к нам. А в Берёзовку ездить время же надо. Я вот давно собираюсь, 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 и всё времени не хватает. Уже сколько времени я собираюсь. А тут вы обследовались и сразу результаты показывают? Да, сразу результаты показывают. Сказали, результаты получите, заходите к терапевту. Мы назначим вам лечение. В последний раз когда были в больнице? Я была в том году, где-то в сентябре, наверное. В село Никольское поезд «Здоровье» приезжает уже второй раз, и жители стараются не пропустить диспансеризацию. Особенно пожилые люди после 60 лет, говорят медики. Ведь для них добраться до центра и пройти необходимое обследование порой ещё сложнее. Мы подготовились к этому мероприятию уже заранее. Известили население, подворный обход провели, депутаты помогли, работники фельдшерско-акушерского пункта извещения раздавали подворно. Мы в вестях размещали объявления, повесили. Народ принял это очень довольный. Потому что первый день, как с Абантой у нас проходит это мероприятие. Анализы сдают, флюорографы проходят, всех врачей проходят. Есть такие люди, которые в жизни ни разу в больнице не бывают, особенно в малых деревнях. У нас всего в сельском поселении только один фельдшерско-акушерский пункт, это находится в деревне Никольск. А ведресевские, опасевские, бектимировские редко ходят в фельдшерско-акушерский пункт. Поэтому данное мероприятие нам очень помогает, чтобы все прошли обследование у врачей. Причем для тех, кто не может добраться в Никольское, из соседних деревень организован подвоз людей. А для маломобильных граждан предусмотрено обследование на дому. Здесь же можно пройти вакцинацию от COVID-19. А те, кто переболел, могут пройти дополнительное обследование. И все это в рамках республиканской акции «Поезд здоровья». Врачей очень много. Все, по-моему, даже специалисты выехали. Стоматолог, эндокринолог, уролог, офтальмолог, гинеколог, терапевт, УЗИ даже есть у нас. Флюорограф стоит, флюорограф есть. ЭКГ сразу проходит, вот ЭКГ, матчу сдают, сразу к терапевту идут, сразу к урологу. Уже с анализами подходят врачам, уже диагнозы сразу ставят. У нас «Поезд здоровья» будет стоять два дня. Мы за это время постараемся всех. Будем стоять до вечера сегодня, завтра. Постараемся всех уже, всех обследовать. То есть специалисты работают не по определенному графику, а пока идут люди. Их задача – охватить как можно больше людей. И они с ней справляются. Установленный план по медосмотру в рамках акции «210 жителей в день» специалисты перевыполняют на несколько десятков человек.